Россия Вести, с вами Ольга Мещерякова. Главные новости к этому часу. Антикризисный план правительства. Какие меры будут приняты, какие изменения ждет бюджет и как это коснется граждан. Подробности с минуты на минуту. Не могу даже поедем в водицу, потому что эти обстрелы какие. Тут нет, а тут бабочка не горит. Донецк в подвалах. Украинская артиллерия расстреливает кварталы. Украинские солдаты покидают позиции. Надгвардии открывают огонь по своим. Греция не пойдет на поводу у Евросоюза. Первые заявления правительства Афины не поддержат новые санкции против Москвы и откажутся от действующих ограничений. Стопроцентная накрутка грозит тюремным сроком. Масштабные проверки по всей России, как прокуроры, учат ритейлеров прибыль считать. Правительство обнародовало антикризисный план на ближайшие два года. В нем выделены семь основных направлений по борьбе с кризисом. В их числе поддержка импортозамещения и экспорта несырьевых товаров. Содействие развитию малого и среднего бизнеса. Привлечение финансирования в значимые секторы экономики. Компенсация инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан. Снижение напряженности на рынке труда. Оптимизация бюджетных расходов и повышение устойчивости банковской системы. Этот список при необходимости может быть дополнен новыми пунктами. И вот в эти минуты антикризисный план правительства обсуждает Совет Федерации. В ближайшее время сенаторы и журналисты ждут главу российского Минфина Антона Силуанова. Он представит все детали правительственного плана в своем докладе. И уже выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Алексей Петров. Алексей, здравствуйте. Какие подробности антикризисного плана уже стали известны к этой минуте? Да, Ольга, здравствуйте. Действительно, выступление Валентины Матвиенко открыло первое заседание весенней сессии. И судя по ее словам, можно сказать, что антикризисные меры это, конечно, ключевая тема сегодня. Сегодня Матвиенко считает, что экономическое положение в России тяжелое, но не летальное. И экономика страны в клочья не разорвана. Это такая заочная полемика с президентом США Бараком Обамой. Напоминает Матвиенко о том, что резервный фонд в России по-прежнему значителен. Его запасы обеспечивают стабильность. Государственный долг крайне низок. И в этом смысле понижение рейтинга России международными агентствами это шаг ангажированный, считают в Совете Федерации. Ну, что касается антикризисных мер, то есть на чем сэкономить. Важно, в принципе, относиться рачительно к деньгам в это непростое время. Вот давайте послушаем фрагмент выступления Валентины Матвиенко. Не исключено, что понадобится внесение изменений в федеральный бюджет 2015 года. И это не драма, не трагедия, как кое-кто пытается подать. Неэффективных расходов по-прежнему много. Мы просто расслабились в тучные годы. Есть немало расходов, без которых можно спокойно прожить этот сложный 2015 год. При этом готовящееся сокращение ни в коем случае не должно касаться выполнения в полном объеме социальных обязательств перед нашими гражданами. Алексей, и вот что касается ситуации на Донбассе, этот вопрос тоже сегодня обсуждают. Что говорят сенаторы, есть ли, может быть, какие-то предложения? Да, Ольга, тема живут трепещущие. Об этом говорят и в кулуарах, очевидно, пойдет речь и в ходе сегодняшнего заседания. Валентина Матвиенко, говоря о ситуации на Украине, отметила, что обстановка там откровенно деградирует и побеждает в Киеве сейчас так называемая партия войны, которая откровенно лебит образ врага из России. При том, что именно Россия сейчас старается как можно активнее помочь Украине. Речь и о поставках углеводородов на льготных условиях, и о кредитах, и об усилиях в рамках минских переговоров, мирный процесс, о котором так много говорится. Но, тем не менее, вот этот образ врага создается на Украине, считает Валентина Матвиенко. Ну, давайте послушаем фрагменты выступления. Спасибо, уважаемый Матвиенко. Критикует и европейских политиков, почему они закрывают глаза на фашистские марши в центре Киева и на расправу над неугодными под видом люстрации, как сформулировала это спикер Совета Федерации. И в этом смысле российским парламентариям предстоит более активно работать на международной арене, чтобы убеждать и переубеждать своих собеседников. Ну, а возвращаясь к антикризисным мерам, Антон Силуанов, министр финансов России, уже приехал в Совет Федерации. Сейчас должно начаться его выступление. Речь идет прежде всего о кредитовании промышленности малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса. Будем следить. Ольга. Спасибо, Алексей. На прямой связи из Совета Федерации был наш корреспондент Алексей Петров. Мы вернемся к теме антикризисных мер правительства, когда перед сенаторами выступит министр финансов. А пока возвращаемся к ситуации на Донбассе. Там продолжаются ожесточенные бои. Ополченцы заявляют, что им удалось завершить формирование котла вокруг Дебальцева. Сейчас там находится около 8 тысяч силовиков. Киевские власти эту информацию опровергают. Тем не менее, на Дебальцевском направлении украинские военные отступают за сутки. Они потеряли до 170 человек убитыми и ранеными. Уничтожены десятки единиц бронетехники. Силы ДНР продолжают успешно атаковать в районе Маринки. Уничтожен блокпост и армейский штаб. Репортаж Николая Долгачева. На линии фронта продолжаются позиционные бои. Наиболее интенсивные столкновения сейчас к северу от Донецка и вокруг Горловки. Артиллерию украинские силовики по-прежнему применяют активно, но неизбирательно. Под огнем не только позиции ополчения, но и жилые кварталы. По Донецку сегодня ударили ураганами четверо погибших гражданских. Большого количества жертв среди мирного населения сейчас удается избегать только благодаря действиям гражданской обороны. Люди в опасных районах большую часть времени проводят в убежищах, иногда просто в подвалах. Мы настолько заложники здесь всего, что денег у нас нет, питание у нас, ну слава богу, что как-то еще делимся. Еще немножко осталось. И лекарств особо нету, конечно. Он дуба, это самое, достал присыпку, присыпать и все. И не могу даже поедем водиться, потому что эти обстрелы какие. Я только недавно пришла домой и ходила. Десять минут побыла и назад прибежала, потому что начали бахать. В это время украинская артиллерия уничтожает их дома. Под постоянным огнем улицы Донецка, Горловки, Докучаевска и многих поселков. На передовой идут бои. Армия Украины несет все более значительные потери. 30 человек убитых и раненых. Уничтожен один танк, одно орудие, три единицы БМП и БТР. Украинские солдаты на ряде направлений покидают позиции, но при этом оказываются под огнем своих же. Нацгвардия, по словам пленных солдат, выполняет роль заградотрядов. В ходе ночных боестолкновений нашим подразделениям сдался раненый военнослужащий 128-й отдельной горно-пехотной бригады, который на допросе рассказал о фактах использования заградительных отрядов и состава батальонов территориальной обороны против украинских военнослужащих. В результате обстрела украинских военнослужащих прямой наводкой с позиции Нацгвардии более 20 человек погибло на месте. Еще несколько десятков получили ранения. Украинское командование с потерями не считается и бросает подразделения на позиции ополчения. Чаще такие атаки в районе Дебальцево. Это, видимо, попытка предотвратить окружение дебальцевской группировки украинских войск. Вокруг нее уже почти сомкнулось кольцо. Характер боевых действий пока не меняется. Армия Донецкой Республики постепенно продвигается вперед. Украинские силовики постоянно атакуют, но безуспешно. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко. Вести. Донбасс. В заблокированном Донбассе напряженная гуманитарная обстановка. Проблемы с продуктами, лекарствами. В эти минуты российская автоколонна с гуманитарной помощью движется в сторону Ростовской области. Там будет сформирован очередной 12-й по счету конвой 170 машин. Они отправятся в Луганскую и Донецкую области. Жителям Донбасса доставят продукты, медикаменты, одежду и строительные материалы. С середины августа гуманитарные колонны привезли на восток Украины около 15 тысяч тонн помощи. Между тем, все меньше украинцев хочет воевать на юго-востоке. Уже очевидно, стартовавшая накануне четвертая волна мобилизации сорвана. Причем план призыва не выполняется в первую очередь в западных областях. Только по официальным данным, в Ивано-Франковской области на прохождение медкомиссии не прибыли больше половины граждан, получивших повестки. Треть всех призывников вообще покинули страну. Хостелы и мотели в приграничных районах соседней Румынии забиты украинскими уклонистами. В Волынской области пятая часть пришедших в военкоматы заявили, что не будут служить по религиозным мотивам. А ведь до сих пор это были единичные случаи. А в Днепропетровске более двух тысяч призывников просто бесследно исчезли. Где они находятся в военкоматах просто не знают. Киевские власти, в свою очередь, за срыв мобилизации планируют жестко наказывать. Как сообщили в администрации президента Порошенко, уже готовятся соответствующие поправки в уголовный кодекс. Греция не хочет быть марионеткой в борьбе Запада с Россией и не поддержит новые санкции Евросоюза. Об этом сообщили в новом правительстве республики, которое накануне было приведено к присяге. Так, премьер Алексис Ципрос обвинил лидеров ЕС в том, что они не консультировались с афинами относительно санкций против Москвы. Теперь кабинет министров Греции, в состав которого вошли представители левой коалиции Сириза, в марте намерен рассмотреть вопрос о выходе страны из антироссийской коалиции. Отмечу, что продление санкций требует поддержку всех стран-членов Евросоюза. Между тем, США и Германия риторику не меняют. Усилить давление на Россию договорились Барак Обама и Ангела Меркель в ходе телефонного разговора. Во время беседы лидеры двух стран не скрывали агрессивного настроя против России за поддержку ополченцев на Украине и якобы невыполнение своих обязательств о мирному соглашению. В Москве эти обвинения уже назвали бездоказательными. Кроме того, Обама и Меркель договорились продолжить оказание финансовой помощи Украине, чтобы та могла стабилизировать экономику и проводить реформы, на самом деле воевать. Сегодня в Страсбурге станет известно, вернет ли российская делегация право влиять на принятие решений парламентской ассамблеи Совета Европы. И хотя российские представители уже заявили, что в случае негативного исхода голосования заморозят свою работу в организации, события могут развернуться неожиданным образом. Это среди европарламентариев, все больше тех, кто призывает к сотрудничеству с Москвой. О возможных сценариях Анастасия Попова. Это ключевой день для ПАСЕ. Сегодня члены организации должны решить, хотят ли они диалогу с Россией, даже несмотря на то, что позиции часто расходятся, или выступают за полный разрыв всех связей. Первые члены ПАСЕ голосуют против предложения британского консерватора Роберта Уолтера лишить российскую делегацию права голоса в этой организации. То есть все полномочия восстанавливаются в полном объеме. За такой вариант выступает, к примеру, депутат от Нидерландов Тинни Кокс, лидер фракции Объединенных Левых. По его словам, нельзя нарушать парламентскую дипломатию, особенно когда речь идет о решении кризисов, таких как Украина. Я думаю, это пойдет на пользу и Ассамблеи, и России. Несмотря на наши разногласия и жесткие высказывания, должна оставаться возможность для диалога. Мы создадим очень опасную ситуацию, если закроем двери дипломатии. Разговаривать необходимо, особенно в кризисные моменты. Мы нуждаемся друг в друге. Второй возможный вариант – лишение России голоса. В этом случае работа нашей миссии в ПАСЕ будет приостановлена до конца года. А в 2016-м будет поднят вопрос об окончательном выходе из этой организации. И третий вариант – частичное ограничение полномочий. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, это может быть компромиссным решением. На заседании мониторинговой комиссии ПАСЕ, которая прошла накануне, звучали самые разные жесткие предложения. Но большинство были отвергнуты. Докладчик по резолюции о лишении полномочий и одновременно председатель этой комиссии, австрийец Штефан Шенок, сам против каких-либо санкций. Он выступает за продвижение общего диалога. Составленный под его руководством доклад, который будет представлен до голосования, можно назвать мягким. Он предусматривает запрет на участие в наблюдательных миссиях на выборах. Членам делегации нельзя будет также становиться докладчиками и представлять органы ассамблеи, но право голоса при этом сохранится. Такой вариант, по мнению некоторых членов российской делегации, может нас устроить. Голосование по всем поправкам, а их около 200, начнется в 3 часа. Это 5 по Москве. Как долго оно продлится, предсказать сложно. По словам наших парламентариев, около полусотни человек до сих пор не определились с решением. Сейчас идет борьба за их голоса. Россия отметит 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне на самом высоком уровне. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Иванов. Накануне он принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Освенцима. В этом концентрационном лагере в году Второй мировой погибли около полутора миллионов человек. Красная армия освободила узников Освенцима 27 января 1945 года. Из Польши репортаж Михаила Антонова. Им далеко за 80 и столько часов на ногах, конечно, устали. Поэтому ко входу на территорию концлагеря Аушвиц-1 для стариков подогнали электрокарм. Сразу он не захотел поехать, так что подтолкнули. Иван Мартынушкин освобождал концлагер. Сестры Ксения Ольхова и Лидия Туровская совершили не меньший подвиг. Выжили в нем до прихода освободителей. То есть море впечатлений? Тяжелых воспоминаний? Воспоминания тяжелых очень, потому что смотришь этот путь, по которому нас везли от первого Аушвиц до Беркена, 3 километра буквально, немножко. Но нас везли по этому пути. У Ивана Мартынушкина, как выяснилось позже на пресс-конференции, тоже большие впечатления. Но скорее от обманутых ожиданий. Очевидно, что он не будет вспоминать об этом дне, так же, как вспоминает о 27 января 2005 года. Было очень много добрых слов, высказанных в адрес Красной Армии. А нас в четверг тогда наградили, сам президент Воснецкий наградил нас вот такими вот орденами. Поэтому тогда, в 60-е годовщину, вот на этом мероприятии мы себя чувствовали, конечно, очень хорошо. Конечно, 10 лет назад господин Схитына не был министром иностранных дел Польши. И тогда некому было испортить праздник странными заявлениями про то, что Освенцим освобождали украинцы. Но, увы, у Сергея Иванова на этот счет нехорошие предчувствия. Я думаю, это будет продолжаться дальше, к сожалению. К сожалению, это констатирую. Это вызвано рядом причин, в основном политическими, конечно. Это желание побольнее ущипнуть Россию. Надавить на эмоциональные стороны. Потому что вот как раз со стороны ветеранов и тех, кто хорошо знает историю, я больше всего слышу возмущение. Встречались ли вы здесь с Порошенко, спросили у Иванова. Нет, но я встречался с ним, когда он занимал важные должности в правительстве Януковича, был ответ. А что насчет трех миллиардов долларов, возврата которых Россия может потребовать от Киева в любой момент, поинтересовались журналисты, окончательно отходя от основной темы. Но решение будем принимать ближе к делу, когда поймем окончательно, собираются нам платить или не собираются. Ну а вообще, это не только это, и от других невыплаченных кредитов. Это прямая дорога к дефолту. Планировал ли Владимир Путин приехать в Освенцим, спросили Иванова польские телевизионщики. Глава государства наносит визиты только на основе персональных приглашений, пояснил Иванов. Так что не планировал. Но о важной дате, конечно, не забыл. К стене смерти, у которой эсэсовцы расстреливали людей, накануне вечером возложили венок от имени президента России. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путра. Вести Освенцим, Польша. Цены на продукты были необоснованно завышены чуть ли не во всех крупных сетях страны. Таковы первые результаты масштабной прокурорской проверки. Выяснилось, что торговая накрутка местами превышала 150%. Материалы уже переданы следствию, что может вылиться в первые уголовные дела о том, как борются с салчностью продавцов. Репортажа Павла Мельника. Этих покупателей в ярославских супермаркетах и ждали, и боялись. Прокурорские работники пришли за покупками с корзиной, списком и целой делегацией из контролирующих инстанций. Сахар-косок у нас 56,50. Крупа гречневая 54,60. Цены на продукты с начала года растут. Например, огурцы подорожали на 48%. За килограмм винограда некоторые ритейлеры просят уже почти вдвое больше, чем в декабре. В первую очередь нас интересует продовольственная корзина, которая определена постановлением правительства Российской Федерации. Соответственно, смотрим, какая была закупочная цена, какая цена установлена непосредственно магазином и смотрим, какой процент накрутки так называемой цены. Редкий ценник продержится на витрине более суток. В торговых сетях Брянской области прокуроры фиксируют ежедневные подорожания. Гречневая крупа и капуста взлетели на 30%. Прибавить сюда торговую надбавку в 35%, также необоснованно завышенную, и получится материал для служебной проверки. Продукция первого спроса, конечно, научная продукция. И, как уже раньше говорилось, гречка крупная, макароны. Импорт весь подорожал. Самый популярный аргумент у сетевиков – поставщики повышают закупочные цены, отсюда и подорожание на прилавках. Тем не менее, чтобы снизить стоимость сахарного песка популярной сети брянских супермаркетов, например, хватило одного лишь прокурорского предупреждения. Были в основном пять жалоб – это на повышение сахара в сети магнитов. Были направлены письма руководителям. Объяснить этот момент нам не смогли. Но, однако, вчера мы еще раз промониторили и увидели, что они уже снизили цены. В Самарской области за последние полгода перец, например, подорожал сразу на 654%. Магазины, которые на территории области у нас работают, вот указанных групп, компаний, они являются структурными подразделениями федеральных сетей и не обладают информацией о порядке ценообразования. То есть у них нет сведения о логистике, о расходах на приобретение, то есть оптовых ценах и так далее. В печальном топ-листе регионов рекордсменов и Республика Коми. Федеральные ритейлеры подняли цены вдвое. В Пермском крае по факту мошенничества уже инициирована серия доследственных проверок. Не исключено, что расплатой за цены выдуманные окажутся уголовные дела реальные. Павел Мельник, Вести. Средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на встрече с ведущими специалистами Министерства здравоохранения. По ее словам, именно показатели рождаемости, смертности и естественного прироста являются ключевыми индикаторами эффективности Минздрава. И задача не просто сохранить, а улучшить эти показатели. В этом году мы достигли хорошего результата и действительно то, что мы перешагнули в течение 2014 года отметку 70 лет, и это нас перевело совершенно в другой страновой рейтинг с точки зрения показателей здоровья населения, это огромный успех российской медицины. К концу года мы сейчас ожидаем, что продолжительность жизни превысит 71 год. Серьезная автоавария в Новороссийске. Два человека погибли и семь пострадали. Груженная фура на полном ходу врезалась в стоявший на светофоре маршрутный автобус, затем вылетела на оживленный перекресток и протаранила 15 автомобилей. По предварительной версии, у большегруза, который мчался на скоростью 120 км в час, отказали тормоза. Полиции и дорожным службам потребовалось несколько часов, чтобы восстановить движение. Магадан утопает в сугробах за последние двое суток. На город и область обрушились сильнейшие снегопады. Дороги парализованы. Чтобы просто выйти из дома, жителям нужно сначала освободить и себя, и свои автомобили от снежного плена. Прогнозы синоптиков неутешительны. Стихия готовит новый удар. Людмила Щербакова продолжит. Утро началось лопатой. Жительница Магадана Юлия Воронина вот уже полчаса выкапывает свой автомобиль, припаркованный у подъезда. За ночь снега выпало столько, что многие ее соседи даже не попытались выехать со двора. Утро начинается с физических упражнений. Для того, чтобы выйти из подъезда, нужно откопать себя. Для того, чтобы сесть в машину, нужно откопать себя. То есть вообще это ужас какой-то. Тысячи магаданцев сегодня вовремя не пришли на работу. Все утро люди вынуждены были освобождать из снежного плена свои автомобили. На дорогах Магадана огромные пробки. Движение осложняет нулевая видимость и гололед. Просчищает главным образом центр города и подъездные пути к социально важным учреждениям. За последние пару дней в Магадане выпала полуторамесячная норма снега. В нескольких районах объявили ловидную опасность. Угроза схода снежных масс сохраняется на перевалах и в окрестностях Магадана. Отрезан от мира поселки Армань, Талон, Балаганная и Тауйск. Дорога Магадана-Балаганная и Талон сегодня закрыта. Здесь сугробы по пояс. Дорожники к расчистке полотна еще даже не приступали. Работать в этих местах опасно. Нулевая видимость. На перевалах дежурят спасатели на случай, если кто-то из автомобилистов все-таки попытается прорваться. Хотя добраться сюда сейчас можно разве что на вездеходе. Сильный ветер, видимость при порывах просто нет вообще. То есть если глядеть из ветрового стекла, то не видно ничего. Но наша задача, наша цель это обследовать дорогу. Значит, если кто-то все-таки сюда проехал до начала вот этой сильной метели, оказать им помощь. По прогнозам синоптиков, сильный снег в Магадане будет идти и завтра. Наладится погода только в пятницу. Тогда же коммунальные и дорожные службы столицы Колымы обещают начать масштабную уборку. Леонид Милаш Рыбакова, Алексей Гилев, Вести, Магадан. А вот снежная буря, обрушившаяся на Нью-Йорк, обошлась американскому бизнесу в 200 миллионов долларов. Такую цифру приводят местные финансовые эксперты. Основные убытки связаны с приостановкой работы общественного транспорта. Помимо этого, из-за снегопада многие жители мегаполиса были вынуждены отказаться от походов в магазины, посещения ресторанов, кинотеатров и музеев. В результате чего предприниматели недосчитались львиной доли своей выручки. Американские экстренные службы заинтересованы в использовании российской системы ГЛОНАСС. Решения должны принять завтра по итогам публичных слушаний в Федеральном агентстве связи. Спасатели говорят, что дополнительный спутник значительно улучшит навигацию. А когда речь идет о жизни человека, политические разногласия должны оставаться в стороне. Аргументы тех, кто за и против, сравнил наш собственный корреспондент в США Валентин Богданов. 9-1-1, что случилось? Мне нужна помощь, кто-то залез в мой гараж. Звонок в службу 9-1-1 для героя этого пародийного ролика превратился в сущий ад. Вместо того, чтобы сразу отправить патрульных по адресу, где в гараж проникли ночные грабители, оператор засыпала несчастного глупыми вопросами. Пожалуйста, пришлите помощь. Чтобы прислать помощь, мне надо знать их расу, возраст, сексуальную ориентацию, пол, криминальное прошлое. Они под наркотиками? Вооружены? Если да, то чем? Вообще-то ролик высмеивает граничащую сумму помешательством политкорректность. Для бедолаги она закончилась несколькими ударами по голове. И в самом деле, какая разница, кто первым поспешит на помощь, черный или белый, или с помощью какой системы, GPS или GLONASS, он узнает, куда спешить? В Федеральном агентстве связи США резонно решили, что главное вовремя успеть. Вместе с четверкой крупнейших мобильных операторов и Национальной ассоциацией экстренного вызова связисты предложили подключить 911 к российской системе позиционирования. Наша орбитальная группировка лучше покрывает приполярные территории, да и вообще навигацию лишним спутникам не испортишь. Два спутника дают большую точность. Необходимо использовать все доступные методы для поиска человека в экстренной ситуации. Однако реализовать благородную идею в духе 21 века теперь будет непросто. Неприятный привет из середины века 20-го с привкусом холодной войны разработчикам передал покидающий конгресс экс-председатель комитета по разведке. Майкл Роджерс, прознав о планах, настрочил Кляузу в Пентагон и шефу национальной разведки, которую с удовольствием опубликовала газета Washington Times. Американские спецслужбы часто пользуются этим изданием, как сливным бачком. Россия Путина представляет угрозу для всего мира, а США хочет положиться на систему в руках диктатора, который поможет в работе службы спасения. У Роджерса получается, что русские спят и видят, как бы нарушить работу службы спасения, сорвав вызов скорой где-нибудь на Аляске или звонок шерифу в техасской глуши. Насколько вообще такое возможно, технически безграмотного, но политически подкованного бывшего разведчика, волнует мало. Но в Американской ассоциации систем экстренного вызова всё-таки попытались напомнить бывшему конгрессмену о том, в курсе чего теперь каждый школьник. Система ГЛОНАСС или GPS в работе службы спасения не дают никаких преимуществ государству. Они работают только в режиме получения сигнала, никакая информация не уходит на спутник. Когда перестают работать ГЛОНАСС, определить локацию можно и по американской системе GPS, но при условии прямой видимости спутника. Впрочем, шансов на то, что Роджерс и такие, как он, прислушаются, немного. Опыт есть. Ещё до украинского обострения в 2013-м Барак Обама запретил строительство станции ГЛОНАСС на территории Америки. Что касается нынешней идеи, то окончательное решение примут на слушаниях 29 января. Впрочем, на происходящее в США уже откликнулись анекдотом. При звонке в службу спасения, чтобы получить помощь, нажмите 1. Если вы русофоб, нажмите 2. Валентин Богданов и Виктор Казаков. Вести из Нью-Йорка. Абхазия постепенно обретает новый облик. В Сухуми ездят новые троллейбусы, открываются отремонтированные школы и больницы, а дороги радуют автомобилистов качественным покрытием. Руководство страны признает, что все это было бы невозможным без помощи России. И поэтому сегодня Абхазия смело смотрит в будущее. О планах молодой республики Александр Руденко. Я вообще с шофера со стажем 20 лет. Просто нравится мне общаться с людьми. На новом троллейбусе Светлана Арзуманян возит пассажиров через весь Сухум. Водитель вспоминает, что долгое время в столице Абхазии общественного транспорта практически не было. Наладить сообщение удалось благодаря пополнению в троллейбусном депо. Недавно более двух десятков машин из России вышли на рейс. Которые у нас были, они были совсем старые, довоенные. Им по 30-40 лет было. Троллейбусы? Да, старые были. А эти? А эти новые, они усовершенствованы. Отремонтирована трасса от российской границы до Сухума. Движение на самом сложном участке объездной Гагар запустили около года назад. Два тоннеля общей длиной около двух километров в запустении простояли десяток лет. Ремонтировали их российские специалисты, восстановив здесь свет, вентиляцию. Так что ехать здесь теперь и комфортно, и безопасно. Здесь же в Гаграх сейчас меняют всю водопроводную систему, которая за много лет пришла в негодность. Стоимость работ под миллиард рублей. Как вы видите, работа практически подходит к завершению. Осталось буквально два участка. И очень надеемся, что с завершением этого проекта наше население и гости нашего района не будут больше испытывать дискомфорта с подачей воды, тех трудностей, которые ранее возникали. Комфортно стало и местным жителям. Только за последний год здесь отремонтировали 9 школ и 10 детских садов. Практически заново построены несколько больниц. Мы вообще планировали в Краснодаре делать эту операцию много лет назад. У нас появились хорошие врачи, которые обучались в России. Приехали, мы им доверили своих детей. Без помощи России все эти изменения в Абхазии были бы невозможны. Бюджет республики на 80% дотационный. В прошлом году он составлял около 9 миллиардов. В этом 12. Без российской помощи, разумеется, мы не смогли бы создать все эти проекты инфраструктуры. Абхазские мандарины, пожалуй, самый известный местный бренд. В сезон их в Россию поставляют тоннами. Теперь здесь надеются восстановить и туристический поток. Взлетную полосу в Сухумском аэропорту можно назвать уникальной. Во времена Советского Союза ей не было равных по протяженности. В длину она 3 600, а в ширину 52 метра. Принимать здесь можно хоть сейчас самые большие самолеты. Взлетное поле в идеальном состоянии. Как новое выглядит здание аэровокзала. Осталось только установить оборудование в диспетчерский пункт и набрать персонал. Деньги в бюджете Абхазии на это есть. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Нехил Киртоке и Светлана Пашкова. Вести Абхазия.